Не поймаем преступника, пристрелим члена его семьи. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с сотрудниками МВД Росгвардии Чечни приказал силовикам ликвидировать без суда и следствия не только подозреваемых в совершении преступления, но и их родственников по обычаю кровной мести. Противники и критики чеченских властей неоднократно подвергались покушениям за пределами Чечни. Некоторые из них были убиты, например, бывший президент Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев и бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев. Кадыров в своем заявлении подчеркнул, что в Чечне испокон веков есть традиция, если не был найден виновный, месть объявлялась его брату-отцу. Кроме того, Кадыров считает неприемлемым тот факт, что родственники преступника и убийцы отказываются от него и не несут ответственности. Кромная месть – обычай, сложившийся при родовом строе, как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или членам его семьи. Кровная месть не имела срока давности. Бывали случаи, когда месть была осуществлена через 50 или 100 лет, даже если виновник смерти и его близкие родственники умерли. По данным медиа «Кавказский узел», в 2007 году из 170 убийств, зарегистрированных прокуратурой Дагестана, 42 составляли покушения на убийство, 7 без вести пропавшие, а 4 преступления на почве кровной мести. В середине 2000-х годов около 15% всех убийств и покушений в республике были так или иначе связаны с кровной местью. В Уголовном кодексе даже такого неправового государства, как Российская Федерация, мотив кровной мести об убийстве считается отягчающим обстоятельством. По закону, такое убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, если бы Россия не ввела мораторий на ее применение. По крайней мере, мораторий этот существует на бумаге. Ну и так, к слову, 13 октября 2022 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой объявила российский режим террористическим. Очевидно, что методы действия и заявления режима и его представителей соответствуют этому определению. Рамзан Кадыров своим заявлением действует в противоречии законодательства Российской Федерации. Публично на чеченском языке он отдает приказ силовикам убивать людей. Вдумайтесь! Официально от наместника Путина главы российского региона в 21 веке. Кровная месть. Не стоит ожидать защиты от государства, режим которого, во-первых, как я уже говорил, признан террористическим, а во-вторых, высшее руководство это все, вероятно, более чем устраивает. Для Путина выгодно, чтобы обычные люди, представители в том числе северокавказских народов, скатывались в дикие, архаические, средневековые условия жизни.